Совместные рейды судебных приставов в районах администрации, сотрудников налоговых и других служб города проводятся несколько раз в неделю. Такие регулярные визиты к неплательщикам происходят из-за того, что многие люди не хотят реагировать на письменные обращения. Это значит, что в любой момент могут постучаться в дверь нежданные гости. Сегодня по инициативе администрации Хосинского района они посетили должников по улице Ясногорская. Зачастую угроза ареста дает положительные результаты, у должников сразу находятся средства, чтобы погасить свои долги. Но бывают и такие случаи, когда расплачиваться приходится за счет бытовой техники. Автомобилем или другим имуществом. Как правило, в виде квитанцию от налоговой или в виде бумагу от нас, люди не думают, что это настолько все серьезно. Что в любой момент мы можем прийти разбудить или перед сном появиться и описать имущество должника. Изъять его. То есть люди не знают, насколько все это серьезно. И действительно, чаще всего должники заявляют инспекторам о том, что имущества у них нет. Но это не мешает судебным приставам. Они описывают все, что находится в доме у человека. А кому это принадлежит, выясняется потом через суд. В этом случае фраза «заплати долги и спи спокойно» с точностью описывает всю ситуацию, с которой придется столкнуться должнику. Бывают и такие случаи, что уведомления на почтовый адрес из служб не доходят. Избавиться от неприятностей поможет сайт Госуслуг, где каждый может в своем личном кабинете проверять платежи и оплачивать счета онлайн. Такую же услугу предоставляет и портал налог.ру. В исполнении судебных приставов сейчас по городу насчитывается порядка 12 тысяч производств. В частности, имущественные налоги с начала года направлены на 2383 судебных приказом службы судебных приставов на общую сумму 34 миллиона 701 тысяч рублей. Изначально выносится заявление на судебный приказ, передается юридическим отделом налоговой инспекции в районы, либо мировой суд для рассмотрения вопроса по существу. После чего принимается решение, выносит судебный приказ. По результатам сегодняшнего рейда было произведено три ареста имущества, а один должник добровольно оплатил налог. Жители города, отмечают налоговики, должны понимать, что от их сознательности зависит развитие города, ведь бюджет курорта направлен на решение социальных вопросов, которые не должны тормозить недоимки.